Дело было в 95-м году. Тогда я еще жил в Некрасовке, и мы с ребятами часто бегали погулять в сторону коллектора. Часто гуляли одни, хотя мне, например, было только 8 лет. А время было неспокойное, но нам-то, детям, откуда об этом знать. Однажды зимой, эдак в 20-х числах января, мы сходили по главному коллектору до Люберецких пустырей, а потом возвращались. Вот нечего делать, стали играть в кустах, где оба коллектора сходятся. А потом, когда возвращались, от нечего делать, стали играть в кустах, где оба коллектора сходятся в один, и идут в поселок. И вот, в одном из кустов, что на склоне мы нашли, припорошен мы снегом труп бомжа. Нас, как детей, это нисколько не напугало, и мы восприняли труп с любопытством. Наверное, мы и не задумывались о том, что это мертвец. Дня через два пришли туда снова, а тело все еще лежало. Но уже на другом склоне. Я подумал тогда, что кто-то его просто так оттащил. И просто забыл, где бомж лежал тогда, когда его нашли. Тогда я обратил внимание, что тело частично сгнило, и в нем копошатся черви. Самое забавное, с которыми мы стали играть. На черви жили именно в самом теле бомжа, будто бы оно еще теплое. А на снегу сразу умирали. Потом мы еще часто ходили через коллектор, и почти всегда видели труп. И он изредка менял свое положение. Весной того же года я возвращался домой от друга, который живет в Люберцах. Возвращался вечером, но стемнеть еще не успело. И страшно мне не было. Хоть и топал я по коллектору один-одинешник. Уже дойдя до улицы, на которой я тогда жил, Я вспомнил, что по рассеянности выронил пакет с играми для Сеги, который мне дал друг. И вернулся. Пакет очень быстро нашел. И тут смотрю, чуть впереди от меня лежит человек. Я как-то догадался, что это все тот же бомж. Я из интереса подошел ближе и легонько так пнул его руку, ногой. После чего он слегка пошевелился. Я отступил на пару шагов назад и увидел, что это переворачивается со спины на живот. И медленно поднимается. Его лицо и те части тела, которые одежда не закрывала, были сплошь покрыты живыми червями. Я и это существо молча смотрели друг на друга около минуты. Пока оно не шевельнулось в мою сторону, тогда-то я и рванул домой. Потому что понял, что может быть плохо, если тот час не уберусь. А на следующий день на коллекторе уже не было никакого мертвеца. Наверное, он ушел, не выдержав несовершенства мира. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok